5 миллиардов тенге собрали жители Казахстана для пострадавших от наводнения регионов. Сильнее всего стихия ударила по североказахстанской, Атараусской, Кастанайской, Актюбинской и Акмолинской областям. Но большая вода уходит сейчас из Казахстана. Кирилл Потемкин со всеми подробностями. Наша общая задача победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Впервые заседание сессии Ассамблеи народа Казахстана проходит онлайн. Вместо достижений в этом году обсуждают сильнейшее за последние 80 лет весеннее половодье. Текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов. На этой неделе повторное половодье пережили жители самого западного региона республики. Пострадали свыше 16 тысяч дач и жилых домов. Избежать больших потоплений помог опыт северных регионов. С начала месяца вокруг Уральска начали строить заградительные дамбы. Это район Курени. Здесь расположен музей Емельяна Пугачева и сотни жилищ-горожан. В большой воде жители противостояли вместе. Чтобы защитить свои дома от потоплений с этой стороны реки Чаган, они возвели двухметровый земляной вал. Главная достопримечательность города – дом-музей Емельяна Пугачева. Расположен в Низине. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. В доме музея Емельяна Пугачева сохранилось много вещей быта 18 века. К примеру, по казаче зеркало – мордоглядка, лейка, урыльник. А тазик, в котором умывались казаки, называли поганым. Дом построил в середине 18 века казак Петр Кузнецов. Именно на его дочери, сам Емельян Пугачев, женился его дочерь Каусиню. Таким образом дом стал резиденцией казачьей царицы. Раньше этот населенный пункт назывался Яицкий городок. Отсюда и началось восстание Пугачева. Самого Емельяна поймали спустя два года. При штурме царицына. После подавления бунта Екатерина II велела переименовать город бунтовщиков в Уральск. А реку Яик в Урал. Таких паводков не видели никогда. Поэтому не знали, что толком делать. Привезли бульдозеры. Вышли мужчины, женщины и вместе начали строить заграждения. Яргали вместе с пятью детьми и женой живет на даче возле телецентра. Его дом, как и сотни других, затопило по самую крышу. Мужчина отвез семью к родственникам. Сам остался защищать жилища от мародеров. Несколько дней назад Яргали стал настоящим героем. Спас тонущую девушку. Я выводил на сушу собак и услышал крики о помощи. Я подошел и вижу, девушка запуталась в каких-то веревках. Я на плечах вытащил ее на берег. Потом приехали полицейские и спасатели. Они отвезли ее в Ивакопункт. Она до последнего не хотела уезжать. Более 12 тысяч семей уже получили единовременную выплату от государства. По 369 тысяч тенге. Это около 75 тысяч рублей. За утрату имущества дополнительная компенсация. До 554 тысяч тенге. Это около 110 тысяч рублей. Кроме того, всем пострадавшим от паводков полагаются кредитные каникулы на три месяца. Однако на выплаты от государства не могут рассчитывать те, кто жилье снимал. В их числе и молодая мама Анастасия Гаршина. Дом, где они жили с мужем, ушел под воду. Семья лишилась вещей, бытовой техники и предметов мебели. Выплату на восстановление имущества им не начислят, так как в доме они жили без прописки. Я вчера ходила в Экимат. Так как я дедомская, на очередь на квартиру стою, я писала заявление, чтобы меня пропустили побыстрее через ЖКХ, чтобы выделили хотя бы временное жилье. От половодия страдают жители семи областей. В зонах риска в республике находятся 250 населенных пунктов. Это больше 300 тысяч человек. В пострадавших регионах больше 700 домов не подлежат восстановлению. Новое жилье построит государство, но подальше от водоемов. Восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что по факту эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Такие случаи уже есть. И даже репортажи по этому поводу есть. Поэтому наша рекомендация, если мы жилье восстанавливаем, мы восстанавливаем ее по согласованию с Министерством водных ресурсов в тех местах, где подтоплений в будущем не ожидается. После ухода большой воды в степях останутся тысячи погибших животных. Ил и мусор. А это уже угроза для урожая. Кирилл Потемкин, Рахат Успанов, Думан Кулебеков. Программа «Вместе» Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин